Наземно не знаю, метро знаю, давно об этом говорили. Ну, слышал такое, да? Не слышали про это? Не знаю. Знаю. Наземный транспорт тоже будет дорожать. Ну, про метро мы слышали. До 4, да, поднимают? В принципе, я считаю, это нормально, что метро дорожает. Это должно снять... Почему нормально? Ну, потому что метро не может стоить 2 рубля. Я могу сказать, что при таких заработных платах, если повысится и проезд, в результате люди обнищают. Учитывая также пенсионеров, если, конечно, учитывая студентов, учитывая... Это будет ужас. Страна катится в проблете. Плохо. Я считаю, надо отменить все льготы на проезд. Всем, включая пенсионеров. Сам пенсионер считает, что это очень неправильно. Почему? Потому что пенсионеры ездят очень редко, а это только повод получить из бюджета деньги. Я бы относилась к этому хорошо, если бы наши заработные платы пересчитывались адекватно к курсу доллара, который существует на сегодня. Я понимаю, что метро не должно стоить 2 гривны, как во всей Европе. Но когда у нас будет зарплата во всей Европе, мы будем готовы платить и по 10 рублей за проезд. Ну, как? Не очень радостно. Меньше кушать придется. Я считаю, что не самые богатые люди ездят в метро. И поэтому можно было бы все-таки найти какой-то другой выход и не повышать цену в метро. А как-то придумать с теми, пусть поделятся те, кто ездит автомобилями. Это негативное отношение, потому что все дорожает, а зарплата не дорожает. Проезд дорожает, продукты дорожают. Ну, что делать? Будем делать.